Не всё, что на первый взгляд кажется решением, на самом деле является решением. И не всё, что кажется проблемой, на самом деле ею является. Это как в той истории. Жила-была маленькая птичка в штате Мичиган, США. Было начало зимы. Как раз то время, когда птицы летят на юг, в тёплые края. Но это была весёлая, щебечущая птичка. И вместе с щебечущими в твиттере людьми, наша птичка тоже защепеталась, и полёт на юг отложился. Когда начались заморозки, она всё-таки попыталась улететь, но её крылья замёрзли, и она упала на землю. Мимо проходила корова. И, ну вы знаете, коров оставила помёт. Он попал как раз на птичку. От тепла навоза птичка постепенно оттаяла. Её охватила радость. И она снова защебетала. Прямо из этой кучи. Мимо проходила голодная кошка. Услышала щебет, раскопала кучу навоза и съела птичку. Так что не все, кто поливает вас грязью, — ваши враги. И не каждый, кто вытаскивает вас, — ваш друг. Просто, если вы подготовили себя таким образом, что что бы ни происходило, вы знаете, как превратить это в прекрасную возможность для себя. Потому что мы не всегда можем определить, что с нами происходит. Мы, конечно, стараемся это контролировать. Но не всё зависит только от нас. С нами может случиться что угодно. Но то, что мы из этого вынесем, на сто процентов зависит от нас. И если мы возьмём в руки одно это измерение, не имеет значения, что со мной происходит, я буду использовать это как невероятный процесс для себя. Пусть происходит что угодно. Если вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, вы превратите это в возможность, вы не будете создавать проблем, потому что вы сами перестанете быть проблемой. Субтитры создавал DimaTorzok